Я никогда не ощущал теннисом такую развлекательную игру, потому что с самых ранних лет, с детства, с шести лет, для меня это была трудная работа. И, наверное, это вот такая вот трудная профессиональная работа перетекла в такую какую-то любимую профессию. Потому что, если бы я ее не любил, это я осознаю точно, я бы не смог бы так долго ею заниматься и быть настолько успешным. Поэтому работа, любимая работа, которая превратилась в любимую профессию. Чем старше я становлюсь, тем более краткосрочными перспективами, особенно спортивными, я живу. Ну, наверное, было бы голословным сказать, что я буду играть до такого-то года или до такого-то месяца, уж не говоря о том, заикаться о Бразильской Олимпиаде, которая будет через три года. Очень бы хотелось бы дожить и быть в строю к тому времени. Как оно получится, не все от нас зависит, как мы знаем, и обстоятельств может быть много разных, которые не позволят мне выступать. Поэтому я все делаю для того, чтобы, ну не знаю, проснуться сегодня, завтра быть готовым, быть в лучшей физической форме. Со следующего сезона Хори уже нашел себе партнера. Я еще не определился, но мы останемся коллегами, друзьями, но партнерство наше закончилось вот на последнем турнире в Париже. Что же касается девятого места, то, ну что тут, конечно, было горечь в горле, и слезы накатывались, детские такие, спортивные. Потому что все было так близко, и вот так вот, как говорится, оно так из-под ног ушло. Но в то же время эта горечь продолжалась, не знаю, может быть, всего несколько часов после окончания того матча, который нам не позволил квалифицироваться в Лондон. А проснувшись на утро уже, как бы взглянув на новый рейтинг, в котором мы были отображены на девятой строчке, было и радостно, потому что столько пар позади нас. Ну и вообще осознавая то, что все-таки профессиональный мир тенниса в себе учитывает и размещает порядка двух тысяч теннисистов, то девятое место весьма достойное, особенно, еще раз повторю, учитывая то, что у меня никогда на протяжении всей своей карьеры не было каких-либо сожалений. Я делал на тот момент все возможное, что я мог, зависящее от себя, поэтому, ну, разочарование, огорчение, не более чем, а, в общем-то, больше положительных эмоций. Два таких довольно крупных спортивных канала, один из них Sky Sports, который транслирует на Британию, а другой теннисный канал, Tennis Channel в Америке, который, ну, предложили мне попробовать, и первый раз мне довелось комментировать такие довольно, ну, весьма важные теннисные матчи, мероприятия, чемпионата мира на такие две теннисные страны. Было волнение приличное, но я справился, я думаю, что все было хорошо. Почему нет новых волчковых мирных, я бы, наверное, так бы сформулировал. Процесс, который взращивал мирных волчковых, зверевых, барабанщиковых, пучек, он серьезно вышел из строя. Если, ну, мы же ведь не какая-то фабрика, мы не завод, который вот на конвейере там поставляет продукцию там день, ночь, неважно. Обстоятельства, в которых мы выросли, там, начали расти теннисистами, были одни, мы знаем, Советский Союз, там. И потом, когда система рухнула, то поменялось не только в мире спорта все, а вообще в жизни людей поменялось все не к лучшему, к сожалению. И поэтому, ну, опять же, если говорить о аналогии завода, то, ну, вышел из строя там прибор, партия стала. Ну, вот если нас рассматривать как товар, то сбой производства произошел серьезный. И сегодня более или менее как-то мы пытаемся налаживать снова это производство, отстраивать завод, модернизировать его. Это очень длительный процесс. Порой это занимает не год, не два, не пять, не десять. Я вам могу привести примеры таких стран, как Австралия, Швеция, очень теннисных, богатые теннисным опытом, традициями стран, которые в 70-е, 80-е, 60-е годы вот только на пальцах считали первых в мире и гордились этим. А сегодня у них в Австралии ничего нет, в Швеции вообще ничего нет. То, что там зацепили в свое время Волчков Мирный, это очень ценная вот та вот база, без которой не может вырасти ни один профессиональный спортсмен и теннисист в частности. На нас работала, ну, вся система Советского Союза. В частности, очень сильно принимала участие автозаводская школа тенниса. Сегодня, к сожалению, такого нет, уже долго нет. Ну, с середины 90-х лет это все постепенно разрушалось, и только сейчас немножко стало это возрождаться. А вот этих ручейков, составляющих успеха и возвращения теннисиста, спортсмена, их очень много, как от технической подготовительной, так и от материально-финансовой базы. Все должно сложиться так, чтобы спортсмен, тренер не думали о том, где купить ракетку или где взять деньги на проезд на тот или иной турнир. Ну и помимо этого, конечно, работу никто не отменял. Надо с ожесточением работать, как сегодня у нас немногие делают, ну, если сравнивать с тем же системой Советского Союза. Я не сомневаюсь в том, что традиции будут продолжаться, и будут и Волчковы, и Мирные, и Азаринки, но это займет время. И сегодня вот под руководством нового председателя Федерации Шакутина Александра Васильевича систему, которую он пытается выстроить, вот с приходом вновь в белорусский теннис Владимира Волчкова, Татьяны Пучек уже как действующих тренеров, руководителей, уже с передачей опыта их, я уверен в том, что система будет отлаживаться, настраиваться, и надеяться будем, что вот эта вот производственная линия завода снова заработает и будет выпускать новый качественный товар. Субтитры создавал DimaTorzok